Ковид-инфекция создала немало трудностей людям, а потому борьба с вирусом сегодня по-прежнему остается центральным объектом для дискуссии. Врачи снова стали активно говорить о необходимости бустерной прививки, а жители Бреста активнее включаются в процесс ревакцинации. Ведь ковид никуда не делся, а это значит, нужно самим стараться обезопасить себя и окружающих. Ревакцинация существует в течение года постоянно. То есть, каждых полугода мы пациентов ревакцинируем, и мы пытаемся добиться нужного процента, чтобы достичь коллективный иммунитет. Это 90% от привитых пациентов, от привитых первой и второй вакциной. Мы работаем с предприятиями, работаем с организациями, ходим, читаем лекции, беседы, чтобы не забывали, чтобы этот вирус, пандемия к нам не вернулась. Прежде чем прийти на повторную ревакцинацию, нужно попасть к врачу общей практики. Он обязательно проводит осмотр пациента, измерит температуру, частоту дыхания, пульс, интересуется, есть ли у него жалобы на состояние здоровья. При этом учитываются предыдущие реакции на прививки, наличие аллергии на лекарственные препараты, пищевые продукты, а также имеющиеся хронические заболевания. В нашем учреждении здравоохранения вакцинацию проводим с 8 утра до 20.00. Обратиться в регистратуру, у нас есть кабинеты, где постоянно работают сотрудники, это в основном помощники врача на допуск, на прививках. Там производится медицинский осмотр, меряется температура, давление, жалобы, осматривается. Если нет противопоказаний, направляется в кабинет вакцинации. Он тоже работает целый день. Для коронавирусной, против коронавирусной инфекции противопоказаний на самом деле очень мало. Это обострение хронических заболеваний в период обострения и острые заболевания. Но еще одним противопоказанием является непереносимость препарата. То есть, если когда-то была аллергия, либо амфилактический шок на данный препарат, то, конечно, вакцинировать не будем. Сегодня для ревакцинации представлен большой выбор препаратов. Это как китайские производители, так и белорусские. Российский, гамм-ковид-2. Это и однокомпонентный препарат спутник-лайт. И новая кубинская вакцина Собирана+. Эффективность каждого считается очень высокой, в том числе против штаммов дельта и омикрон. Потому брещане без всяких сомнений приходят и ревакцинируются. Я отношусь к Брестской городской поликлинике номер один. Здесь прохожу вакцинацию от COVID-19. Помимо вакцинации я прохожу ревакцинацию для того, чтобы предупредить возникновение коронавирусной инфекции, также для повышения иммунитета. Я пришла сегодня ревакцинироваться для того, чтобы быть здоровой, не заболеть. Раньше вакцинировалась китайской, но сейчас пришла на ревакцинацию, решила вакцинироваться другой, российской. Вакцинация и ревакцинация – эффективный и безопасный способ защиты от коронавируса, гарантия жизни и эпидемиологического благополучия.